Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 2, вопрос 717. «Объясните, что сказать с точки зрения Библии тем людям, которые говорят, что они живут для своих детей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Думаю, да и в жизни видел только это, что здесь смысл один. Хочу, чтобы дети мои жили не хуже, чем другие. Жили в достатке, имели хорошую специальность, образование, удачно женились и тому подобное. Ни разу еще мне не встретились люди, которые бы эту сакральную для них фразу «жизнь для детей» вложили действительный высокий смысл. «Я живу для того, чтобы привести моих детей на небо». Это очень хорошо описывает Иоанн Златоуст в письме к монаху Стагирию. «Заболевшим убеснованием», говоря, что когда ребенок подвергается нападкам дьявола, то родители готовы распушить все имение. Ищут тех, кто исцелил бы их детище, поднимаются на вершину гор к монахам, а от беспокойства за судьбу несчастного теряют голову. Но если великовозрастный сын развратничает, живет как все, родители спокойны и немало не беспокоятся, что рожденный ими уже прописался в аду. Тем, кто говорит, что живет для детей, могу сказать, вас ждет самое большое разочарование, какое только возможно на этой земле. Вы будете посрамлены и унижены своими домашними идолами-терафимами, воспитанными вами, а нужно бы еще прежде рождения заучить эту фразу. Евреям, 2 глава, 13 стих. И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог.